Всем привет! Вы на канале Тактик Медиа, с вами Архивная Революция, я Михаил Тимин и сегодня у нас в гостях военный историк Игорь Юрьевич Движков. Игорь Юрьевич, приветствую! Здравствуйте! Игорь Юрьевич, крайний раз мы закончили рассмотрение, так сказать, 10 июля событий. Полностью рассмотрели, аж три ролика посвятили. Да, мы рассмотрели эти события. Сегодня мы поговорим о том, что происходило на фронте 11-го танкового корпуса 11 июля, в один из наиболее драматических дней боев. Но прежде чем мы начнем рассматривать вот эту ситуацию с 11-м танковым корпусом, я хочу напомнить нашим уважаемым слушателям, что день 10 июля закончился тем, что бригады все-таки смогли переправиться через Сухую Верейку в Спасском. Благодаря, в первую очередь, действиям героическим 53-й танковой бригады. И эта бригада возглавила наступление, в одиночку пошла вперед, но не смогла прорваться, и командир бригады, полковник Антимеров, погиб, сгорел в танке. Две другие бригады подошли уже позже, к вечеру. Рассмотрим, какая же ситуация сложилась в ночь на 11 июля. К этому времени все три танковые бригады 11-го танкового корпуса уже сосредоточились наконец-то на южном берегу этой реки. И вот это препятствие, которое никак не давало переправиться танкам вообще всей 5-й танковой армии, наконец-то было преодолено. Плацдарм был захвачен, опять же повторим, благодаря героическим действиям 53-й танковой бригады. И теперь, казалось бы, все три танковые бригады 11-го танкового корпуса могли развивать наступление с этого захваченного плацдарма у села Спасское. 12-я мотострелковая бригада, два ее батальона ночью подошли к этому району и заняли они оборону по северному берегу реки Сухая Верейка. Вот в такой ситуации начались, собственно говоря, боевые действия. Однако надо отметить, что бригады 11-го танкового корпуса были уже серьезно потрепаны, понесли они потери существенные. Ну, помним, командир корпуса был снят с должности. И новый командир, полковник Мальцев, надеялся, что теперь, когда наконец-то главная преграда была преодолена, а именно река была, через реку была налажена переправа, бригады пойдут вперед, и все зависит только вот от умения и, как он считал, железной воли командиров бригад заставить своих подчиненных выполнить задачу, потому что реки теперь перед ними не было, река осталась позади, плацдарм был в их руках. В такой ситуации начался бой 11-го июля. В ночь, согласно документам, от 160-й танковой бригады была послана разведка. Ну, вот мы говорили уже много раз о том, что как же вот они шли вперед без разведки часто, и не хватало у них времени. Вот здесь документы говорят нам о том, что да, разведка в ночь на 11-го июля наконец-то была послана. И как написано в документах, эта разведка стала продвигаться в сторону рощи. Рощица такая небольшая, похожая на сердце, если так сверху на нее посмотреть, которая замыкала овраг. Документы, к сожалению, нам не поясняют, каков результат был этой разведки, но мы можем предположить, что разведка эта установила, что овраг, который идет от деревни Дмитриевки до самого леса, вот этой вот рощицы, он был танконедоступным, танконепроходимым. И поэтому, по данным разведки, опять выходило, что единственный путь наступления корпуса лежит между двумя оврагами в узкий проем, он примерно был километровой ширины, где накануне уже вела бой 53-я танковая бригада полковника Хантимерова. И вот рано утром на рассвете бригады пошли вперед. Первой в атаку пошла 160-я танковая бригада, за ней во втором и шлоне шла 59-я танковая бригада. Они развернулись на высотах, высота примерно в двух километрах юго-западной деревни Спасская, и пошли они вперед. Напомню, что на вооружении из 160-й и 59-й танковых бригад были английские танки Матильда МК-2. В основном они были с 40-миллиметровыми пушками, ну и легкие танки Т-60. 53-я бригада осталась пока на плацдарме, потому что бригада приводила себя в порядок после гибели. Командир был назначен новый командир, майор Серебряков. Бригада эта пока в атаку не пошла. То есть вперед пошли 160-я и 59-я танковые бригады. Командир 160-й танковой бригады, полковник Шаповалов, в то утро на рассвете возглавил наступление своей бригады, и пошел он вместе со своими танкистами в бой. Что же произошло дальше? При подходе к южным скатам высоты танки и бригад И-160 и 59-й встретили упорное сопротивление. И главным образом большую опасность для них представляли замаскированные в высокой ржи, в посевах, в зарослях немецкие противотанковые орудия. На которые, собственно говоря, накануне натолкнулась и 53-я танковая бригада. Танки маневрировали по полю, вступили в перестрелку с этими противотанковыми орудиями. Но мы понимаем, уважаемые друзья, что в этой ситуации немецкие противотанковые расчеты имели определенное преимущество, потому что силуэты пушек были очень низкими, они были хорошо замаскированы, они не двигались. И поэтому танкам было крайне сложно засечь эти позиции, подавить их. Это была как бы неравноценная борьба. Вместе с полковником Шаповаловым в составе его экипажа в Матильде пошел в качестве башенного стрелка в то утро и заместитель начальника штаба бригады, старший лейтенант Абатуров. Он был в составе экипажа танка и ввел, собственно говоря, бой, ввел огонь. Вот эта перестрелка, которая развернулась на южных скатах высоты, как раз она решала исход дела, прорвутся танки вперед или не прорвутся. И, конечно же, в этой ситуации невыгодность этого боя приводила к тому, что танки стали подбиваться противотанковой немецкой артиллерии. Многие танки остановились. И вот в этой ситуации командир бригады, полковник Шаповалов, видя, что наступление застоприлось, танки остановились, ведут перестрелку, он решил увлечь танкистов за собой и пошел на своем танке вперед. Его Матильда вела огонь по вражеским противотанковым орудиям, разъезжала поржи, разгоняли там они из пулеметов автоматчиков, расчеты противотанковых орудий. В результате вот этой атаки, рывка, часть танков бригады все-таки прорвалась через вот этот узкий прогал между оврагами. И напряжение боя достигло своего пика. Причем немецкая пехота, а ведь мы знаем, что накануне, как раз буквально 10 июля, сюда вышли передовые части 340-й немецкой пехотной дивизии, которые еще толком-то не успели вырыть себя за ночь окопа. Она, пехота немецкая, отчаянно отбивалась от танков и пытались они удержать занятый рубеж. Когда я смотрел документы 340-й пехотной дивизии, то вот там нашел любопытную запись, как раз за это число. Там было написано, русские танки прорвались за командный пункт 694-го пехотного полка, а часть этих танков оказалась даже позади артиллерийских позиций. Напряжение боя было крайним, ожесточение боя не давало возможности немцам передохнуть, что ли. Танковые атаки продолжались. И вот в этот, пожалуй, самый напряженный момент боя, когда часть танков прорвалась, часть танков осталась за прогалом, произошло следующее. Вот очевидно, именно в этот момент, как написано в документах, термитный немецкий снаряд поразил танк командира бригады. Я хочу обратить ваше внимание, уважаемые друзья, на то, что в документах того времени, той поры, вот кумулятивные снаряды, каковым и был этот снаряд, часто назывались на первых порах именно снарядами термитными. Стоит сказать, что вот, пожалуй, это упоминание о том, что вот танк командира бригады был поражен термитным снарядом, пожалуй, я бы сказал, в документах той поры, вот что касается пятой танковой армии, это было первое упоминание вот этой немецкой новинки, которая появилась на фронте. В дальнейшем вот упоминания об этих снарядах будут встречаться все чаще, но вот когда я смотрел документы пятой танковой армии, то я увидел, что вплоть до 11 июля таких упоминаний не было. И вполне возможно, что эти первые термитные снаряды как раз появились в противотанковых подразделениях именно 340-й пехотной дивизии вот на этом участке фронта. Конечно же, вот эти кумулятивные снаряды усилили противотанковые возможности немецких противотанковых подразделений, и до этого наши танки с этим, ну, на этом участке фронта не сталкивались. Да это небось, противотанковый дивизион этой дивизии получал французские пушки в 1997-го года модернизированные, в котором штатно шел этот снаряд. И вот, да, вот такое упоминание. Танки, которые шли вслед за танком командира бригады, они, экипажи этих танков, они увидели, что после попадания снаряда в танк, танк командира бригады загорелся. Оставшиеся машины стали отходить назад. Мы тут должны сказать о том, что, конечно же, вот представим себе, дым и пыль от разрывов, они сильно ухудшали видимость, заволакивали поле боя. И потом, впоследствии, уже в ходе этого боя и вплоть до вечера, никто не мог сказать, собственно говоря, выскочил ли кто-нибудь из этой горящей Матильды или нет. Был большой вопрос о том, что вообще случилось с экипажем командира бригады. Ну и к тому же наблюдение мешало и высокая рожь, посевы. Поэтому судьба экипажа танка командира бригады оставалась неизвестной для других подразделений. К сожалению, атака захлебнулась. И вот черные столбы поднимавшегося дыма от горящих танков, они как раз вот были маркером того, что атака не удалась. Они поднимались в небо. Наступление 59-й танковой бригады тоже было безуспешным. А на подступах к высоте бригада потеряла несколько танков, остальные стали отходить назад. Причем район расположения и 59-й танковой бригады, и 160-й, и 53-й стали с утра подвергаться ожесточенным массированным бомбардировкам. Но вот в частности, из документов 160-й танковой бригады следует, что за день на расположение бригады было произведено до 300 самолетов вылетов и сброшено, как написано, до 1300 бомб. По документам 59-й танковой бригады получается, что массированные налеты не прекращались до самой темноты, и на расположение бригады было сброшено свыше 2500 бомб. В результате разбиты были, видимо, прямым попаданием два танка МК-2, один легкий Т-60, уничтожена машина с боеприпасами, цистерна-заправщик убиты 17 и ранено 35 человек. Поэтому мы должны сказать, что действия танковых бригад авиации были скованы, а лично состав прижат к бомбежке к земле. Здесь нам надо сказать о том, что мы с вами уже говорили о том, какое значение имело господство вражеской авиации над полем боя. И если даже бомбежки не причиняли конкретного вреда бригадам в плане потерянных боевых машин, то они сильно сковывали действия бригад и прижимали личный состав к земле. Немногочисленная уже пехота мотострелковых батальонов, прижатая к земле, она стала отходить к Спасскому назад, а оставшись без прикрытия пехоты, назад стали отходить и оставшиеся целыми танки. И вот в это время офицеры связи доставили в бригады пакет от командира корпуса. На третий день командования и вот на пятый день боев вообще в этой операции командир корпуса полковник Мальцев обратился к своим подчиненным с беспрецедентным до этого приказом. Я процитирую здесь этот документ, который является красноречивым свидетельством того, что происходило тогда на поле боя. Итак, Мальцев писал в 7 утра. Темпы продвижения преступно медленные. Вместо того, чтобы энергично на высшие передачи выбрасываться вперед и тащить за собой пехоту и артиллерию, бригады разворачиваются на каждый выстрел и почти стоят на месте. Приказываю, несмотря на огонь танков и ПТО, энергично на высшие передачи продвигаться вперед. Командирам не плестись в хвосте, а равняться на впереди идущих. К 11 утра занять Землянск. На оставшуюся в тылу любую часть противника внимания не обращать. Наблюдаются позорные случаи эвакуации раненых на танках и бронемашинах. Запрещаю эвакуировать раненых на боевых машинах. Санитарным машинам прижиматься к боевым порядкам. Я приказал останавливать и возвращать назад всех идущих с фронта здоровых бойцов и командиров. Отказывающиеся и уклоняющиеся будут расстреляны. Командиру 12 МСБР сегодня забыть об обороне. Наступать в колонне на колесных машинах и не бояться каждого выстрела и каждого автоматчика. В случае остановки танков по техническим причинам или на заправку, 12 МСБР, обходя препятствия, энергично продвигаться вперед и увлекать за собой танки. Всем бригадам войти в связь с командиром 611-го легкого артполка. 160 ТБР передать 2 батареи, передать 12 МСБР 2 батареи, 59 ТБР 1 батарею. Орудие двигать, как во встречном бою в колоннах, на машинах. При встрече препятствия выкатывать орудие на огневые позиции впереди танков. Действовать дерзко, энергично, прекратить нудные подготовки артиллерийских данных на топо-основе. Мы сидим не в обороне, а во встречном наступательном бою. Итак, вперед и только вперед. Приказ вождя о выходе в тыл воронежской группировки должен быть выполнен. Сегодня к исходу дня представят мне списки на присвоение наград. Я вот когда читал этот приказ, вообще удивительно, вы знаете, уважаемые друзья, читать военные документы, написанные на бумаге его размашенным почерком. И вот у меня порой возникало ощущение, что он не совсем, наверное, представлял реалии того, что происходило на поле боя со своего КП, когда отдавал вот такие вот приказы. Конечно, с назначением нового командира корпуса, подчиненные его, уже ежедневно получали от него все более грозные распоряжения, приказы. Порой он устраивал настоящие разносы прям при подчиненных. Но вот чтобы вот так на бумаге он написал преступно-медленные, это было вот впервые. Но вот если мы задумаемся над этим приказом, подумаем. Вот пишет, например, Мальцев. Вот выражения будут расстреляны, позорные случаи, такого раньше не было в его приказах. К 11 утра он требует занять Землянск. И получается, что у командиров бригад, чтобы сделать это, оставалось меньше трех часов. Они еще даже не вышли с плацдарма. Дальше, вот он пишет. Командирам не плести с хвости, а равняться на впереды идущих. Ну, то есть, командиры, по мнению Мальцева, должны были возглавить это наступление в передовых рядах своих танкистов. Что, в общем-то, накануне сделал полковник Антимиров и пошел в бой также полковник Шаповалов. Далее, вот такой пассаж, например. Санитарным машинам прижиматься к боевым порядкам. Но ведь мы знаем, что во всей армии этих санитарных машин были считаны единицы. И они не справлялись даже с перевозкой раненых в тыл. Как же, так сказать, он предполагал, какая у них будет возможность прижиматься к боевым машинам в бою. Ну, вот, пожалуй, самым удивительным, конечно же, было его распоряжение новому командиру 12 МСБР. А я напомню, что накануне Мальцев снял с должности командира 12-й мотострелковой бригады, отдал его под суд военного трибунала. Командиром бригады стал майор Харатынов. Так вот, он требовал от него двигаться вперед на оборону противника колонной колесных машин. И даже если танковые бригады будут остановлены, как он говорил, продвигаться самостоятельно и увлекать за собой танки, и не обращать внимания на выстрелы и автоматчиков. Вообще, это удивительно. То есть, он предлагал... Это же не марш был пехоты просто к полю боя. Это был прорыв немецкой обороны в колонии на грузовиках. Но он тут имел в виду, видимо, что уже прорыв состоялся, и вам только надо войти в чистый прорыв и развивать успех на Землянск. Вот что он, судя по всему, имел в виду. Но он, видимо, не знал к тому моменту или не представлял, что оборона противника не была прорвана. Ведь помним, что изначальные вводные были, что перед ними стоят только заслоны 9-й танковой дивизии. А ведь уже подошла туда 340-я пехотная дивизия в полном составе, она заняла оборону. И вот это его требование рывком вперед можно было бы, конечно, да, сказать, что это во время уже, когда оборона прорвана, надо двигаться вперед. Но оборона-то врага не была прорвана совсем. Вот эти минометные батареи немецкие пристреляли этот проход, артиллерия била по нему. Ведь, напомним еще раз, не забудем, это был всего лишь километровый проход. Мы на карте это покажем, уважаемые друзья. И, к сожалению, условия местности диктовали танкам направление движения именно в этом направлении. Получается, что, по сути дела, вот он отправлял эту колонну, можно сказать, на верную гибель. В кузовах грузовиков эта пехота должна была ехать на немецкую оборону. Однако, вот Мальцев требовало от подчиненных, потому что на него тоже давило требование непременно взять землянцев. Бой продолжался тем временем. Батальоны 12-й мотострелковой бригады было поднялись в атаку, но были быстро прижаты к земле огнем. И придвинуться далеко они не смогли. А танки вели огонь по-прежнему с этой высоты, перестрелку с немецкими противотанковыми орудиями. Но не шли они больше в лобовую атаку, потому что пример и предыдущего дня, и утро этого дня показывал, что эта атака вряд ли приведет к прорыву обороны, а только, скорее всего, приведет к потере оставшихся еще целыми боевых машин. И видневшиеся в поле сгоревшие танки, видимо, были наглядным подтверждением экипажам, что эти атаки совсем к другому результату приведут, а не к тому, что хотел от них командующий. И получается, что, несмотря на все более грозные приказы и распоряжения, становилось все более очевидным, что наступление выдыхается. Корпус терял боеспособность, а сопротивление врага ощутимо возросло. И мы с вами понимаем, почему. Потому что подошла как раз немецкая пехота 340-й пехотной дивизии. А это была свежая резервная дивизия, до этого в боях не участвовавшая, полностью оснащенная вооруженная. Более того, не просто движение вперед застоприлось, но бригады уже с трудом даже удерживали вот эту занятую высоту юго-западнее Спасского. Бомбежки не прекращались. Из документов следует, что в 160-й танковой бригаде был сожжен бензозаправщик, разбиты машины с боеприпасами, 3 орудия противотанковой обороны. В зенитной батарее убито было 16 человек и уничтожены обе пушки. Как раз к вопросу о том, что делала немецкая авиация на поле боя. Немецкие летчики, ориентируясь по полотнищам, которые немецкая пехота выложила, разложила как раз в этом узком проходе, они ориентировались и наносили удар по скоплению танков и нашей пехоты. Всего, согласно документам, за день по частям 11-го танкового корпуса авиация противника совершила 13 продолжительных налетов, группами в 20-27 самолетов. 53-я танковая бригада, которую возглавила майор Серебряков, она тоже пыталась наступать. Вместе с оставшимися еще в бригаде танками в атаку пошел танкодесант, вернее взвод мотострелкового батальона. В нем было во всем взводе 35 человек, из которого после атаки назад вернулось только 5. Количество убитых установить так и не удалось. Многие бойцы пропали без вести в тот день. В журнале боевых действий 11-го танкового корпуса была в тот день сделана такая запись. Под непрерывным воздействием авиации противника и огня корпус продолжал удерживать высоту южнее Спасской и дальше продвинуться не мог. К исходу дня корпус понес главным образом от действий авиации противника большие потери и имел на поле боя способные к бою 13 тяжелых и средних танков, а малых до 20. А ведь вспомним, уважаемые друзья, что изначально в корпусе было примерно 180 танков. И вот от них осталось 13 тяжелых и средних до 20 малых. В результате пикирования немецких пикировщиков, которые не встречали сопротивления в воздухе, Прямым попаданием бомб уничтожено было 6 в корпусе МК-2, 6 Матильд и 3 КВ. И разбито и сожжено до 20 автомашин. В бою на высоте юго-западнее Спасского безвозвратно потеряны были еще 12 танков корпуса. А в личном составе потери к концу дня не были даже подсчитаны. И понятно было, что корпус к концу дня зримо приближается уже к пределу своих каких-то боевых возможностей. И вот к пределу этих возможностей однозначно ощутимо подходил и новый командир корпуса полковник Мальцев. А ему надо было во что бы то ни стало добиться результата и показать, что он на своем месте, Он способен управлять войсками и выполнять поставленные задачи. Мальцев хорошо понимал в тот день, что наступление корпуса ни в коей мере не оправдывает надежд, Которую на него Лизюков возлагал. И видя, что прорывы никак не происходят, и что ход боя развивается таким неудачным образом, Мальцев не выдержал и примерно в 2 часа дня издал еще один драматический приказ, Которым был отмечен тот отчаянный день. Опять же, что следует из текста приказа. Еще, вообще это удивительно. Судя по этому приказу, Мальцев еще не знал, что Хантемиров погиб. А ведь Хантемиров погиб еще накануне, 10 июля. Так вот, не зная, что Хантемиров уже погиб, а второй его командир бригады пропал без вести, полковник Шаповалов, Мальцев вновь требовал от своих подчиненных продвижения вперед. Но вот, и даже в его непоколедимом до этого тоне, в этом приказе уже слышится, так сказать, сумбуре вот этих грозных фраз, уже проступает определенная обескураженность, я бы сказал. Цитирую документ. Частное боевое приказание Хантемирову, Шаповалову, Крупскому, Таратынову, командиру 611-го ЛАП. Ну, как видим, он отдает приказание Хантемирову, который погиб 10 июля еще. Мальцев пишет. Мой приказ вновь не выполняется, директива ставки не понята. Позорно, но части корпуса развертываются и останавливаются при каждом выстреле и каждом разрыве. Кто разрешил переходить к обороне? Вновь требую быстрого движения вперед и обход противотанковых укреплений. Вышлите пеших разведчиков, они вас ориентируют. Прекратить сборы командиров бригад на поле боя. Каждый из вас имеет задачу. Сейчас Шаповалов впереди и с левого его фланга или справа Крупский. Хантемиров. Пехоте не слезать с машин, под огнем бросок вперед. Артиллерии не зарваться в землю, броском вперед. Противник, прикрываясь дымами, отходит, а мы стоим как завороженный перед его ПТО. Не допуская безнаказанных действий, выходите ему в тыл. Не обращайте внимания на остающиеся в Тулу немецкие войска. Сами сдадутся. Танки не возвращать на дозаправку. А под прикрытием огня подвозить цистерны и дозаправлять. И так требую выполнения приказа на землянск. И вот похоже, что командир 11-го танкового корпуса, который был уверен, что, наверное, только его волевого усилия и, соответственно, волевого усилия командиров бригады не хватает для того, чтобы прорвать вражескую оборону. Он, наверное, в этот день начинает терять чувство реальности, чувство объективности. Вот, в частности, он требует выдвигать артиллерию, грузовики и даже бензозаправщики на голую высоту. А ведь помним, что она не поросшая лесом. Голая высота. Это буквально в прямой видимости у противника. При этом, к сожалению, при полном господстве вражеской авиации в воздухе. И можно только представить, к чему это может привести. Но получается, что Мальцев уже не думает о потерях и жертвах, а вот только бы прорваться вперед. Причем, перед бригадами уже лежал противотанковый район, насыщенный противотанковыми средствами. Но, видимо, Мальцев этого не знал. Ну, очевидно. Не понимал. У него же не было разведки. И выдвигал вот такие вот требования. И беспрестанно требовал бросок вперед. Вот у него было это одно средство. Бросок вперед. Заставить надо было ему подчиненных выполнить эту задачу, не считаясь ни с чем. И получается, что полковник Хантемиров, которому он приказывал идти вперед, уже сутки назад голову сложил. А Мальцев все еще его подгонял. Полковник Шаповалов утром не вышел из боя, но Мальцев был уверен, что он все еще ведет бой. А майор Таратынов едва принял бригаду от Калашникова и должен был уже организовать, как было написано, успешное наступление бригадной автоколонной укрепившегося впереди противника, не останавливаясь при каждом выстреле и каждом разрыве. И получается, что из четырех командиров бригад, которые были в корпусе к началу боев, в командовании остался один только полковник Крупский, командир 59-й танковой бригады. Он еще продолжал командовать своими частями, хотя и поредевшими. Но, видимо, насмотревшись на то, что вообще происходит на поле боя и понимая, к чему это все идет, и понимая, что вот эти атаки лобовые на неподавленную противотанковую оборону, а ведь чем ее можно было подавить? Артиллерии, авиации, и ничего этого не было. И получается, что прогрызать эту противотанковую оборону должны были одни танки. И, видимо, опять же, подчеркнем, понимая, что это приведет не к прорыву, а к истреблению последних боевых машин и бессмысленной, в общем-то, гибели экипажей, он фактически прекратил наступление. То есть, формально он продолжал выполнять приказ, но, судя по документам, фактически атаки бригады прекратились, и он уже не гнал своих подчиненных вперед и, так сказать, не старался, не стремился возглавить наступление, несмотря на все грозные приказы Мальцева. Очевидно, он понимал, что бригады столкнулись ни с какими-нибудь заслонами, как ориентировали их высшестоящие команды, а с упорной немецкой обороной. И, к сожалению, немцы не бегут и не сдаются сами, как предполагал это Мальцев, а они продолжают обороняться и, в общем-то, вынуждают или уничтожают танки, прорвавшиеся, или вынуждают их отходить назад под прекратие пехоты для дозаправки и пополнения боеприпасами. Бросая бригады вперед, полковник Мальцев, в общем-то, не желал считаться, я бы сказал, с возросшими возможностями противника, и, видимо, слепо исходил из водной установки Лизякова, которая была аж трехдневной давности. О том, что на пути корпуса стоят лишь незначительные части прикрытия, и надо только нажать на них, чтобы они побежали. И со свойственной ему категоричностью он требовал от подчиненных только продвижения вперед. Что надо сказать, что ни первый, ни второй приказ Мальцева, они, к сожалению, ситуацию не изменили, потому что при всем желании Мальцев не мог ни подавить вражеской обороны, не было у него ни артиллерии, ни авиации он вызвать не мог. И вот оставалось у него только последние боеспособные танки. К тому же, произошло следующее, на первый взгляд, неприметное событие, но которое потом привело к определенным последствиям. Во второй половине дня части 11-го танкового корпуса неожиданно были контратакованы танками противника, причем в небольших пока что еще силах. Но, как мы знаем, ведь 9-я танковая дивизия ушла, сдала свой фронт обороны пехоты. Но вот танки ее опять появились на поле боя в небольших количествах, но они контратаковали и окончательно поставили точку на вот этом наступлении в этом районе. Эта атака нашими экипажами была отбита, немцы сильно, так сказать, не давили вперед, но они как бы появились уже опять на поле боя. В результате этой контратаки 11-й танковый корпус окончательно перешел к обороне на всем своем занятом фронте. В бригадах уже истекали боеприпасы, надо было дозаправлять танки. И личный состав, конечно же, был измотан многочасовым вот этим боем и с немецкой авиацией, и с противотанковыми средствами, и с пехотой. В результате, например, в 59-й танковой бригаде к вечеру осталось только 7 танков МК-2, а в 160-й танковой бригаде 8. А это ведь были по тем временам единственные их тяжелые танки, потому что остальные танки были легкие Т-60. И получается, мы считаем, что 15 танков на две бригады. 12-я мотострелковая бригада, которая пыталась наступать, она весь день провела под обстрелом, бомбежкой. И ни о каком наступлении, конечно, в колонии грузовиков уже не могло бы идти речи. И только вечером, с наступлением сумерек, наконец-то были подвезены боеприпасы, продовольствие. И пехота получила долгожданную передышку от вражеских налетов дневных. Боевые действия прекратились. Подводим итог. Получается, что несмотря на самоотверженность и героизм многих танковых экипажей, наступление 11-го танкового корпуса было безуспешным. После 16-ти часового ожесточенного боя бригады вынуждены были отойти в исходный район. И причем это сделали они с большими потерями. 11-й танковый корпус был остановлен на высотах, вот этих злополучных высотах юго-западнее Спасского. И за день не смог продвинуться ни на один километр. Землянск, цель наступления корпуса, оставалась недосягаемым, а приказ невыполненным. После донесения о результатах боев к вечеру 11-го июля, наконец-то, Мальцев сообщил вечером о потере сразу двух своих комбригов. То есть с запозданием в сутки он сообщил о гибели Хантимирова и о том, что полковник Шиповалов пропал без вести. Здесь, уважаемые друзья, нам надо поговорить о судьбе полковника Шиповалова. Дело в том, что вывод о гибели его был сделан не сразу. Дело в том, что какое-то время о его судьбе никто не мог в бригаде сказать ничего определенного. Как мы уже с вами сказали, когда термитный снаряд, ну кумулятивный, попал в его танк, и танк загорелся, отходившие экипажи не могли сказать, что они видели, что кто-то выпрыгнул из горящей машины. Поэтому весь день судьба и самого командира бригады, и его экипажа оставалась неизвестной. Был сделан вывод о том, что он, возможно, пропал без вести. Но затем произошло следующее. Уже поздно вечером в расположении бригады, возможно, даже судя по его воспоминаниям, это было уже и на следующий день. В расположение бригады вышел старший лейтенант Абатуров. А я вам сказал уже, уважаемые друзья, что он пошел в бой башенным стрелком, а это был заместитель начальника штаба. Старший лейтенант Абатуров едва стоял на ногах. Комбинезон его был прожжен, разодран, обожжены у него руки и лицо, как было написано в документах, талия и поясницы. И когда он добрался до своих, вот он сообщил, что командир бригады сгорел в танке вместе со всем оставшимся экипажем. Абатуров рассказал, что когда термитный снаряд поразил танк комбрига, машина сразу вспыхнула и горела так быстро, что из всех членов экипажа выскочить наружу успел только он один, причем с тяжелыми ожогами сумел выбраться из этого танка. После этого Абатурова направили в госпиталь и на основании его рассказа вечером 11 июля, или видимо 12 июля уже, комиссар бригады, батальонный комиссар Витошин написал, смертью храбрых в борьбе против немецких оккупантов умерли полковник товарищ Шаповалов, командир танка лейтенант Козлов, водитель танка старший сержант Расимов. И приказом 11-го танкового корпуса полковники Хантимеров и Шаповалов, как было написано, погибшие в районе Чебесовка-Спаское, были вычеркнуты из списков личного состава корпуса. Война продолжалась, на бригады обезглавленные нужно было назначать новых командиров и продолжать выполнять свои обязанности. А теперь, уважаемые друзья, я позволю вам прочитать отрывок из книги своей, которую я написал, касательно судьбы полковника Шаповалова. Потому что, наверное, я не скажу лучше, чем это написано в тексте, а скажу я только хуже. Поэтому, позвольте мне процитировать. Над измятым гусеницами полем поднималось июльское солнце. Среди густой ржи жарко горел танк, языки пламени вырывались из его открытых люков. Глухо рвались внутри боеприпасы. Пылала резина опорных катков, накалялись броня, и все больше чернело и сгорала на ней зеленоватая краска. Клубы черного дыма тяжело поднимались вверх, распространяя вокруг смрадный душливый запах. Вместе со всем тем, что только могло гореть внутри, горели в танке и люди. Полковник Шаповалов из последних сил пытался отползти подальше от пылавшего танка. Его танковые комбинезоны и обмундирования прогорели и дымились после того, как он едва смог выбраться из вспыхнувшей машины. И свалиться на землю, кожа вздулась волдырями ожогов. Его правая рука безжизненно повисла, перебитая пулей. Кровь заливала рука в гимнастерке. Помочь ему было некому. Никого из живых членов его экипажа рядом уже не было. На избитом снарядами и стерзанном бомбами, усеянном трупами поля своего последнего боя, он остался совсем один. И никто из его боевых товарищей даже не знал об этом. Вот сейчас мы можем, конечно, только догадываться, почему старший лейтенант Абатуров сообщил, что только ему удалось вырваться из горящего танка. О судьбе Шаповалова он ничего не сказал. Наоборот, он сказал, что Шаповалов и остальные члены экипажа сгорели в танке. Но факт остается фактом. Его сообщение было неточным, неверным. На самом деле полковник Шаповалов был тяжело ранен, обгорел. Но сумел он выбраться из танка, не сгорел он. И сообщение Абатурова оказалось неправдой. Но после рассказа Абатурова, все и в корпусе, и в армии посчитали, что командир бригады, полковник Шаповалов, с геройской смертью погиб, сгорел в танке. Не успел он выбраться из него и погиб. Что же произошло на самом деле? А на самом деле произошло следующее. Тут, конечно, мы говорим о том, что мы делаем эти выводы на основании сравнения, изучения уже немецких документов. К сожалению, такое часто бывало в этих событиях. Когда о каких-то героических действиях мы можем узнать только из документов противника. Потому что советские документы или недостаточно информативны, или вообще не информативны на этот счет. Ну и как мы видим, в советских документах полковник Шаповалов был признан погибшим. А что произошло на самом деле? Дело в том, что он выбрался, но был тяжело ранен, а перебита у него была рука пулей. Видимо, он потерял сознание от ожогов, от тяжелого ранения. Но сумел он немножко отдалиться от своего танка. И не сгорел он. Затем, видимо, он потерял сознание и пролежал без сознания целый день. И потом целую ночь. 12 июля он очнулся. Он очнулся и попытался выбраться к своим. Но вот это тяжелое ранение руки и ожоги по всему телу, видимо, не позволяли ему ползти. И чтобы выбраться к своим, он встал и пошел через рожь. И вот тут в поле его и обнаружили немецкие солдаты 340-й пехотной дивизии. Он не мог уже укрыться от них. Может быть, можно предположить, что они специально прочесывали поле недавнего боя, чтобы посмотреть, кто остался. Так или иначе, но в поле его обнаружили немецкие автоматчики. И вот они взяли Шаповалова в плен. Но вот в любом случае из трофейных документов следует, что Шаповалов не сдался сам в плен. Они его взяли уже почти полуживого с тяжелейшим ранением, когда он пытался выйти к своим. Каким-то образом, хоть у него обморнирование было, видимо, сожжено, но немцы узнали, что перед ними не просто какой-то рядовой советский танкист, а перед ними они поняли, что важный офицер. И вскоре из штаба 694-го пехотного полка эта информация пришла в штаб 340-й дивизии сначала. А оттуда, в свою очередь, немедленно проинформирован был штаб и командование 11-й танковой дивизии. Вот именно в документах этой дивизии я и нашел свидетельство о том, что Шаповалов был взят в плен в этот день. И судьба его так более-менее прояснилась. И судя по времени донесения, это 13.55, полковник Шаповалов попал в плен более чем через сутки после рокового для него боя утром 11-го июля. То есть, сутки с лишним. Видимо, он был без сознания, лежал и очнулся. И когда попытался выйти 12-го июля, немцы его обнаружили. Вот это в обзорном документе, да, сообщение это потом из 11-й танковой дивизии, сразу было направлено в штаб 7-го уже армейского корпуса. И вот в обзорном документе корпуса о противостоящих русских частях, как раз и была сделана лаконичная запись. Оберст Шаповалов взят в плен 12-го июля. Вечером 12-го июля полковник Шаповалов, которого все посчитали в наших частях погибшим, так вот вечером он оказался в землянске, как казалось бы, цели безуспешного наступления своей бригады и корпуса. Но получается, что уже ни бригады у него не было, ни целей не было. Его бригада, вся его жизнь предыдущая, все это разом осталось в прошлом. А впереди у него что было? Плен, лагерь для военнопленных, тяжелые ранения, ожоги. В землянском лагере, сборном лагере для военнопленных Шаповалов оказался, видимо, вечером 12-го июля. И война для него на этом закончилась. Но что надо здесь отметить? Опять же, мы анализируем это, исходя из немецких документов. Ну, я вот делаю такие выводы. Верность Родине и чувства долго у него остались. На каком основании, на основании чего я делаю такие выводы? Я изучил много немецких документов, в том числе и с допросами пленных. Так вот, в немецких документах тех дней, где были протоколы до захваченных в плен наших бойцов и командиров, я не увидел показаний полковника Шаповалова. Он молчал, никаких показаний он не давал, ничего он не рассказал. И 11-го июля, вернее, 12-го июля уже, началась его дорога, монтарство его по лагерям для военнопленных. А вот штабной писарь в 160-й танковой бригаде написал гражданке Шаповаловой похоронное извещение. И одно из, так сказать, многих, которые были написаны в тот день. «Ваш муж Шаповалов Иван Андреевич, верный долгой воинской присяге, проявив мужество и героизм в бою за социалистическую родину, погиб 11-го июля». И следы полковника Шаповалова у меня встретились также, когда я собирал материалы для книги, в воспоминаниях бывшего, в воспоминаниях офицера 193-й стрелковой дивизии. Мы об этом потом дальше, так сказать, будем рассказывать. Но забегая немножко вперед, скажем. Вот в его воспоминаниях, а я, так сказать, горжусь тем, что был лично с ним знаком, и застал его, так сказать, в живых, приезжал к нему, брал у него интервью, записывал его данные, и плюс они были опубликованы в журнале в одном воронежном. Спустя десятилетия он написал, это был Александр Федоров, он написал, он тоже попал в плен и оказался в Землянске. И вот в частности он написал, «Через некоторое время нас уже на автомашине повезли в Косторное. Рядом в коляске мотоцикла везли, по-моему, командира мотострелковой бригады». Но здесь он ошибается, это был командир танковой бригады. «Вместо лица огромный шар из бинтов, маленькие щелки для глаз. Он горел в танке. Все время сожалел о том, что остался в живых. Проезжая около штабной палатки, мы видели, как офицеры-немцы встали и приветствовали обгоревшего русского воина. Приветствовали стоя, молча. До этого сидели за столами. Нигде больше я с этим офицером не встречался и о нем ничего не слышал». Ну и завершая наш рассказ о полковнике Шиповалове, надо сказать, что только три с половиной года спустя, после плена, освобождения союзниками, репатриации, фильтрации, многочисленных проверок и перепроверок, Иван Андреевич Шиповалов был признан благонадежным и вернулся домой, где его давно уже похоронили. И вот, уважаемые друзья, неоднократно встречались рассказы о том, что люди на войне, которые для других были убиты, погибли, потом возвращались совершенно неожиданно, как бы из небытия. Спустя три года он вернулся живым, встретился, видимо, со своими родными. Но вот, к сожалению, мемуаров о том, через что ему пришлось пройти во время войны, он писать не стал и все эти воспоминания у него с собой. А как жаль, что не было этих мемуаров, потому что это, наверное, был бы еще один бесценный источник. Ну и в самом заключении нашего рассказа о действиях 11-го танкового корпуса 11 июля, я приведу в пример еще одни воспоминания. И вот тут я должен прямо сказать, что, к сожалению, я не сразу о них узнал. Здесь, уважаемые друзья, у нас есть, как бы, ну, такая удивительная возможность узнать даже то, чего не было в книге написано. Потому что в книге я в свое время это не написал, потому что я не знал об этом. Старший Леонид Абатуров после войны написал, ну, правда, уже далеко-далеко, не сразу после войны. Я думаю, что в 90-е годы он написал свои воспоминания. И здесь у нас есть с вами возможность увидеть, как он воспринимал те события и как он объяснял то, что с ним произошло. И я позволю себе прочитать этот отрывок целиком, поскольку, ну, вот в сухих документах военной поры, к сожалению, часто не хватает таких деталей, которые вот бывают в воспоминаниях непосредственных участников в тех боев. Итак, воспоминания старшего лейтенанта Абатурова. Командир 352-го танкового батальона, подполковник Абадовский, был тяжело ранен. Это имеется в тот же день, 11 июля 42-го года. Его танк получил пробоину в башне. В командование вступил комиссар батальона, но вошел в связь с командиром бригады он только через 20 минут. Два малых танка нашей оперативной группы в целях безопасности шли сзади, в 100 метрах. Полковник Шаповалов держал связь с комбатами, а я занял место командира башни, то есть спустился ниже его и стал просматривать оборону противника. Полковник приказал поменяться с ним местами. Он стал стрелять, а я, взяв на себя радиосвязь, через оптические приборы командирской башни начал рассматривать наши батальоны. Оказалось, что боевая линия танков сзади нас и остановилась, причем в обоих танковых батальонов несколько танков горят. Не видно и Т-60 из нашей группы. И тут с опозданием я понял свою ошибку. Вместо того, чтобы вести наблюдение и докладывать командиру бригады о действиях своих подразделений, соседей, а также противника, держать свой танк за батальонами, я в ответственный для управления момент превратился в рядового члена экипажа. Понял и то, что авиация и артиллерия противника сделали свое дело. Наступление бригады застопорилось. Видел, что остановился и сосед слева, 53-я танковая бригада. Доложил по переговорному устройству полковнику. И приказал лейтенанту Козлова свернуть танк вправо в рожь и остановить. «Связавшись с командирами батальонов, успел передать в 352-й танковый батальон распоряжение. Зима. Первый приказал тать час вперед». Ну, видимо, зима – это позывной. «Одновременно я видел, как механик-водитель, старший сержант Хохорус Арсланов, отвел танк вправо, ввел его в рожь и произвел доворот лобовой частью в сторону противника. И тут я почувствовал и услышал сильный удар по танку и взрыв. Инстинктивно посмотрел вниз боевого отделения. Петя Козлов неподвижно привалился к пушке. Его голова на гильзоприемнике. Полковник что-то пытался ему сказать. Несколько раз подал команду мех-водителю на остановку танка, но ответа не получил. И Хохорус погиб, мелькнуло в голове. Решил открыть люк и просить полковника покинуть танк. Но в этот момент ощутил новый удар. Взрыв, сильный болезненный толчок в правое бедро. Башню быстро заполнило пламя. Попытался открыть люк, не открывается. Камбрик рвется ко мне, оба мы в огне. В голове страшная мысль. Люк заклинило. Поставил на сиденье левую ногу, оттянул шнур замка башни и сильно ударил второй рукой и головой вверх по люку. Люк открылся, а пламя обогнало меня. Я вывалился на крышу моторного отделения. И хотя правая нога не слушалась, тотчас встал на левую, чтобы помочь полковнику. Но от толчка, вызванного то ли взрывом, то ли креном, свалился на землю в рожь. Острая боль сначала парализовала движение. Но превозмогая ее, встал, чтобы догнать медленно уходящий танк. То есть, получается, танк сам потихонечку поехал вперед. И вот в этой ситуации он выскочил из этого танка. И вижу, что по ржи навстречу приближаются гитлеровские автоматчики. Присев, бесчувственно обожженный правой рукой достал револьвер и дважды выстрелил в ближайшего фашиста. Он вскрикнул, присел или упал. В ржи не было видно. Сменил место и выстрелил во второго, пославшего очередь по тому месту, где я перед этим присел. Потерял и его. Выждав, вновь и стремился к танку. А он уходил все дальше, объятый пламенем. Где же комбриг? Прыгая налево и подставляя правую ногу, продвинулся по следу гусениц в ржи на 50-70 метров. Нет полковника. В бессильном отчаянии опустился на землю. Немецкие крики вернули меня к реальности. Своих не видно и не слышно. Надо искать выход, надо бороться. Стал медленно передвигаться в обратную сторону и потерял сознание. Очнулся, когда солнце спускалось с горизонта. То есть весь день 11 июля он, видимо, без сознания пролежал на этом поле боя, как и его командир, полковник Шаповалов. Очнулся, когда солнце спускалось с горизонта. Невыносимо болело сожженное тело. А в правом бедре и выше его чувствовалась глубокая боль. Мучительно хотелось пить. Постепенно память возвратила к утренним событиям. Я с трудом сел и согнал с себя рой больших зеленых мух, которые, однако, тотчас вернулись. Часов не было. На покрытой пузырями руке болтался полусгоревший левый рукав. Но ладонь сохранила чувствительность. Правая сторона обмундирования выгорела. Сапоги, ремни, сумка подгорели, но держались. Правая рука, коричнево-бордово-черная, без кожи, в трещинах, не чувствует и больше всего болит. В уцелевшем левом кармане гимнастерки сохранился партбилет. Вокруг высокая густая рожь. А где наши? Близко по дороге идет гусеничная машина. Люди на ней говорят по-немецки. Неужели наши отошли? Досады и тревога подкатились комом к горлу. Но заговорил разом, надо пробираться к своим. В сумке две топокарты с нанесенным на них положением сторон и боевыми задачами. Левой рукой и зубами снял полусгоревшую гимнастерку. Оторвал левый рукав рубашки, надел на правую кисть и вставил в ладонь револьвер. Нашел в левом кармане брюк спички и зажег карты. Пламя оказалось значительным, поэтому пришлось отползти. Расправляя за собой рожь. Невдалеке залпами стреляла батарея. По командам понял, что она вражеская. Выходить решил ночью, двигаясь на северо-запад, где расстояние до поймы Сухой Верейки самое короткое. А в ней боевой порядок у гитлеровцев менее плотный. Пока ждал ночь, наряду с физической болью росла и боль душевная. Стремился на фронт, совершил ничтожно мало, а сам побит, да еще попал в ловушку. Давили моральная боль, чувство вины за неисполненный долг. Не забудем, что он не знал о судьбе командира, а ведь его, когда он вернется, к нему вопросы возникнут. А где же командир? Что ж ты его бросил-то? Наступили сумерки, то есть это у нас ночь на 12 июля уже. Появились первые звезды, а затем и Большая Медведица, известный ориентир для обнаружения полярной звезды. Двинулся, подтаскивая правую ногу, левой рукой с помощью жгута из соломы. Шел очень медленно. Через пару часов ногу смог немного переставлять. Часа через три вышел в лощину, перешедшую затем в овраг. А мы по карте видим, где он выходил. То есть это буквально, наверное, ну, пара, может быть, километров. Овраг, который через час движения расширился, берега его понизились, появились мокрота и камыш. Это была заболоченная пойма Сухой Верейки, в которую я вышел на заре. В дымке за рекой узнал Ильиновку, а справа Федоровку. Не помня себя, быстро раздвинул камыш и с жадностью припал к воде, хотя она была ржавой и пахучей. Не менее часа я потратил на переход поймы, двигаясь по пояс в воде и жиже, вытаскивая и перетаскивая левой рукой увязавшую раненую ногу. К этому времени почти уже рассвело. Слева метрах в ста на улице стоял немецкий танк. Ускорил шаг и прислонился к сарайчику ближайшей хаты. Вышедшая на двор женщина сначала испугалась меня, но узнав, кто я, напоила. «Боже мой, что эти изверги с вами сделали?» с сердечным сочувствием проговорила она. Абатуров спрашивает, «В деревне они есть?» «Не знаю, к ночи вчера ворвались снова, а наши отступили к лесу». Утолив немного жажду, бодрее зашагал через огороды в поле, а она сквозь слезы проговорила, «Дай вам Бог счастья попасть к своим». Едва отошел метров на 250-300 в направлении Перекоповки, как подвергся обстрелу из оставшейся позади Ильиновки. Стреляли двое из винтовок. Пули ложились близко, но, к счастью, мимо, так как после каждой неуклюжей перебежки отползал в сторону. «Если фашисты начнут догонять, то не уйду», с горечью думалось мне. Но с удалением на значительное расстояние стрельба прекратилась. Погони не было. В Перекоповке оказались наши. Попал прямо к автомашинам подразделение тыла бригады. Шоферы сначала недоуменно посмотрели на руку с револьвером, но затем, по моей просьбе, осторожно разжали ее и вложили револьвер в кубуру. На соломе, в кузове грузовика, они отвезли меня в бригадный медпункт. В пути снова наступило забытье. Очнулся на перевязочном столе. Тело чем-то обмазывали и накладывали повязки. Рядом со столом был бригадный врач Кахидзе. Выяснив, смогу ли я говорить, он спросил, где полковник Шаповалов? «Иосиф Андреевич, передайте в штаб, что в Ильиновке противник, а у нас до Перекоповки никого нет», тихо сказал я ему. Камбриг тоже был ранен и не смог выбраться из танка. Петя Козлов и механик-водитель Хохорус были убиты первым снарядом. Все трое сгорели. И вот так мы видим, что его неверная информация, но не по его вине, а он сам это не знал, привела к тому, что Шаповалова посчитали погибшим, сгоревшим в танке. Но он не видел, как он выскочил. А он не видел, да. Там горел. И Абатуров тогда как раз и первый был, кто сообщил, все они сгорели. По этапам эвакуации 16 июля я попал в сортировочный госпиталь в Тамбов. Видимо, потому, что мог только стоять, причислили меня к легкораненым и почти трое суток везли до этого госпиталя в товарном вагоне. На мне, кроме повязок, были только трусы и сапоги, а в левой руке сверток из остатков гимнастерки с портбилетом. В вагоне как раз и обнаружились последствия хозяйничья мух. Поползли опарыши, вследствие чего старался держаться в стороне от всех. В Тамбове, как и положено, легко раненым, они по команде покинули вагон, а у меня после пятисуточного стояния ноги отказали. Ждал минут 10 и затревожился. А что, если с порожняком увезут куда-нибудь? На колени и левом локте добрался до двери и крикнул. Эх вы, верхоглядый, я еще живой. Очнулся на столе госпитальной перевязочной. Рядом стояла женщина-врач. Займемся перевязкой, товарищ командир. Доктор умоляюще сказал ей, избавьте меня от мушиного потомства. Я слышу, как они буравят мое тело. Обязательно. Два часа эта женщина терпеливо отмачивала прикипевшие повязки, очищала ожоги и раны, причем делала это так, что не ощущалась сильной боли. Какое же сердце было у этой женщины, если она обращалась с незнакомым ей человеком, как с родным сыном. Разве такую забудешь? Попутно и успокоила, показав, какую пользу принесло это самое мушиное потомство. В операционной, после удаления осколков, хирург сказал, у нас госпиталь сортировочный, я удалил осколки поверхностные, которые мешают, а глубокие вам удалят на месте постоянного лечения. Он показал сосуд, в котором лежало шесть осколков разных размеров из листовой дутой бронзы. Я подумал было, что они от гильзы снаряда, но тут же отверг это предположение, бронза была достаточно толстой. Сиденье? Да, оно. Взрывом разнесло подо мной бронзовое сиденье. Из Тамбова санитарный поезд, шедший целых две недели, доставил меня в Кемерово. В ЭВК-госпитале, развернутом в корпусах коксохимического технику, удалили из правого бедра еще четыре глубоко проникших осколка. Ну вот на этом бои старшего лейтенанта Абатура в составе 11-го танкового корпуса, в составе 160-й танковой бригады, в общем-то, закончились. Потом он вернулся на фронт после тяжелого ранения. Это свидетельство для нашего рассказа бесценно, потому что в документах этого нет. И, уважаемые друзья, опять же подчеркну, сейчас мы имели с вами возможность узнать об этих воспоминаниях, чего нет в книге. Дело ведь в том, что в этих рассказах, в силу того, что нельзя объять необъятное, я многое опускаю. В книге там приводятся и интересные немецкие документы, в частности, был такой офицер из рота пропаганды, который был как раз 11 июля на участке 340-й пехотной дивизии, и где он там описывает, как идет бой. Понятное дело, что с определенной долей бравурства такого, бравады. Но я просто опускаю это, потому что невозможно объять необъятное. А вот здесь у нас происходит наоборот. То, чего нет в книге, я сумел донести вам вот в этой лекции, в этом рассказе, вот эти вот трогающие за сердце воспоминания старшего лейтенанта Абатурова. Ну вот на этом, пожалуй, мы должны подвести итог и сказать, что так завершился бой 11 июля 1942 года на участке 11-го танкового корпуса. К сожалению, прорыва не было. Корпус подошел к пределу своих каких-то возможностей и прорыв осуществить не удалось. И мы видим, что из четырех командиров бригады в руководстве своей бригады остался только командир 59-й танковой бригады полковник Рубский. Кантемиров сгорел в танке, полковник Шиповалов попал в плен, а все думали, что он погиб. Командир 12-й мотострелковой бригады был отдан под суд. Командир 59-й танковой бригады полковник Рубский был единственным, кто остался руководить своей частью. Вот, пожалуй, на таком печальном итоге нам надо закончить этот рассказ о событиях 11-го июля. Да, хочется только отметить, опять же, что уже неоднократно говорили. Первая слабость разведки, которая не позволяет заглянуть, казалось бы, прямо в ближайший тыл врага, не куда-то там далеко с стратегическими целями, а вот прямо в ближайший тыл и увидеть вот эти подошедшие пехотные колонны. Они ведь там пылили, наверняка их видно бы было, если бы была авиация разведка. Ведь авиаразведка могла бы это сообщить, конечно же. Ну, и опять же, видим просто немощность советских танковых соединений, которые мы уже отмечали. Это, естественно, не в плане там танков, потому что, как вы отметили, они вступили в бой, имея полный комплект танков КВ и Матильда, а танки Матильда по бронезащите не уступали, собственно говоря, танкам КВ. Тяжело бронированные. Очень серьезно забронированные машины. Только мы вспомним, опять же, что артиллерии-то не было практически никакой у командира корпуса. Даже вот то, что им подчинили этот легкий артиллерийский полк, ну, было там пять батарей 76-мм орудий. Причем он же тут же пишет, не надо там делать топографическую разведку, привязку, намекая о том, что выдвигаете орудия на прямую наводку. Вперед на прямую наводку. Таким образом, он лишает себя последних орудий, которые могли бы хоть как-то там поучаствовать в артиллерийском наступлении, в артподготовке, в контрбатарейной какой-то борьбе. Хотя, конечно, 76-мм там попробовать потягаться с немецкими там 150-мм гаубицами, это, конечно, та еще затея. То есть, мы видим, что не имея артиллерии, не имея авиационной поддержки вообще никакой, не имея даже элементарно-разведательной какой-то поддержки со стороны авиации, ну, вот, развернулись мы, бы, никого нет, мы думали. И вот наши эти толстобронные танки и КВ, и Матильда, они доходят до вот этого очень удобного для немцев дофиле между двумя оврагами, их просто уничтожают огнем противотанковой, там, возможно, зенитной артиллерии, ну, и потом отбрасывают контратакой очень небольшого наряда сил танков. Вот и все, вот этим все закончилось. Это к тому мы говорим, к тому, что, как бы, вот уже, чтобы люди еще раз поняли, что наличие там какого-то невероятного количества чего-то одного, оно для общего искалобоя ничего не даст. Как у нас вот любят вот это вот великое танковое сражение. Ну, блин, вот вам великое танковое сражение. Вот есть у вас великое количество танков, но нет у вас великого количества, не великого, а небольшого количества самолетов-разведчиков, должного количества бензозаправщиков, грузовиков для подвоза боеприпасов, тяжелая артиллерия для того, чтобы пробить дорогу танков, зенитной артиллерии, чтобы прикрыть свои части, допустим, в случае того, что ваша авиация не может в этот день летать, например. И вот мы видим, какой результат. Спасибо, ждём продолжения. Я уж, когда вы сегодня сказали, что драматические события, я уже думаю, у нас тут и так несколько серий подряд были драматические события. Да, тут день за днём такое, что не прекращаются. Не прекращаются, да. Спасибо большое, ждём продолжения. Друзья, спасибо огромное, особенно тем, кто поддерживает нас на платформе, спонсор. Ну, все наши лекции сейчас происходят только по вашей вине. Спасибо, до новых встреч, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова